А что это вы обработали эти поля, вылизали? Это что у вас? Начали посевную. 3000 гектаров уже посеяли по области. Приступили к северам. Задача посеять до 25-го. 3000 вы чего посеяли? Рапса. Рапса и сурепица. Вы считаете, что уже пора рапс на юге сеять? Нет. Мы по вашему поручению, когда с Богомазом были у вас, поработали с ними. Приезжал сын Богомаза, который занимается рапсом. И вот те земли, которые особенно песками, песками постелаются, начинают с конца июля. То есть фактически с 1-го, 2-го числа. Мы тоже в этом году приступили. Ну ладно, посмотрим. Но я бы тебе советовал не сеять все сразу до 5-го числа, а то и 5-го. Нет, до 25-го. Надо посмотреть, что посеяли до 5-го, потом до 10-го, 12-го, а потом до 25-го вы планируете и так далее. Надо посмотреть, как на юге в какие времена сеять. Потому что можно и сейчас посеять. Но я боюсь, из-за культуры земледелия и технологий в Гомельской области, да и во многих же других хозяйствах, других областей, мы не справимся с ростом. Поэтому вы посмотрите. Но я в ваши технологии не влажив. Потому что они складываются годами, веками, люди привыкают. Но рапс для нас культура новая. Все бросились на рапс. Рапс очень рентабельная культура, прибыльная. Но надо понимать, что рапс очень затратная культура. По ситуации. На сегодня 80% уборки. Осталось 65 тысяч гектаров. За 6 погожих дней область уберет урожай. Мы ожидаем в этом году колоссовых 728 тысяч плюс 157. Кастоцветные убрали, получили... Хорошо. При урожайности колоссовых? 21 центнер. 21 центнер. Это что посеял, то убрал. Это не урожайность. Не совсем, но... Ну да, не совсем, но почти. Ну, этот год, он такой... Идеальный год, Иван Иванович, что ты говоришь? Это идеальный год. Столько влаги было. Для нашей страны влага это... Правильно, потому что надо учиться. Я вот проехал по этой дороге, посмотрел, думаю, если бы вы так везде в области работали, ну так тоже были бы на вершине. Вылизано, посеяно, выровняли ровненько все. Даже, по-моему, излишне вы тут уже отутюжили. Идем по той задаче, что вы ставили. Уплотняться промышленными предприятиями. Это хозяйство НПЗ. В следующем году еще добавляется одно хозяйство. И будет почти 15 тысяч. Хорошо. Хотели продемонстрировать подходы по упасе. Ну, пожалуйста. Что под спашку уносили? Калий. Непосредственно после уборки. Только калий под спашку уносили, да? Под спашку, калий, под заделку уносили. Сколько пахал глубиной? 15 сантиметров. Глубже на песках мы не пахали. Достаточно 15? Вполне. И под это внес калий. Да, под пахал глубиной. Органику ты не вносил, потому что ее у тебя нет. Органики у нас достаточно. В год мы вносим 170-200 тысяч тонн органики. И у нас и готовим ее... Ну, здесь ты не вносил. Здесь мы вносили в том году предшественник под кукурузу. Всю органику мы планируем в севообороте. Это под сел кукурузы. У нас в среднем в плане в севообороте 3 700 до 4 тысяч доходит сел кукурузы. Потом эти поля после уборки кукурузы, они уже планируем по севообороту. Это сел азимов. На этом поле мы внесли... Калий внесли, запахали? Да, запахали. Внесли азот, фосфор под кульцевацию, заделали. Азот и фосфор вносили потом? Конечно. Всю полную заправку мы вносим непосредственно до сева. Подготовили почву после пахоты кульцеватором. Укатали, уплотнили после кульцевации для того, чтобы закрыть флагу и произвести... Культивация в один след и дальше пошли каток. Каток перед севом для того, чтобы уплотнить почву для равномерной раскладки семян. Прошла сево, еще раз укатали для получения равномерных сходов. Давайте о главном. Ты хочешь, чтобы он работал председателем райисполкома? Да. Председателем райисполкома. Председателем райисполкома. МНПЗ, с одной стороны, с другой стороны, Белкали и так далее. Ты в теме... Плюс Лясковича останется. Да, да. Ты с этим согласен? Вполне. Это по сколько будет гектар у МНПЗ и Белкали? Пассивных у МПЗ будет 16 тысяч, у Белкали в пределах 25 тысяч. И у Лясковича остается там 5 тысяч. И весь район ты охватишь. Да. Культура земледелия должна быть такой, как у тебя здесь. Да, мы будем работать. Ну, хорошо. Будем считать, что с понедельника ты председатель райисполкома. Не подвину. Но имею в виду, здесь хорошее хозяйство. Не дай бог загубится. Не, не. Поэтому ты посмотри, кто будет здесь работать. Задача понятна. Подумайте. Ты не против? Нет, конечно. Или против? Достойная кандидатура. Достойная. Ну, слава богу. Хорошо, решение принято. Ты представь завтра же, как положено. Я документ. А то заместитель будет знать один. Скажет, что сам пришел. Не сам же, он же самозванец. Ну, правда, сегодня уже... Подпишется документ. Ты представляй его с понедельника председателем райисполкома. Понятно. Сегодня люди об этом узнают из средств массовой информации. Какой ты бюрократ стал? Если президент принимает решение, все, оно принято. Но потом оно формализуется. Мы можем подписывать с тобой эти документы вечно. А ему надо работать. Идет же посевная. Мы с него должны министра, а то и вице-премьера вырастить. Успеть еще с тобой. Успеем. Успеем? Ну, я буду рад. Ну, поехали дальше. Это вот ваше поручение о модернизации молочно-товарных комплексов. Вот у нас на 23-й год было 555 комплексов. На 30-й год их останется 340. Задача построить 86 комплексов, реконструировать с молокопроводами под содержание молодняка, как эта ферма, 190. Ну, и пойдет под захоронение 111 ферм. И на начало 31-го года останется 340 комплексов. Это по области. По области. Хотим рассказать про этот комплекс, как она прошла модернизация с молокопровода под выращивание молодняка. И это задача для всех. Была ферма? Да, была ферма строения Советского Союза с привязанным содержанием и молокопроводом бачки. Сейчас это комплекс, где организовано доение. Нет, здесь у нас только выращивание тела. А, для воспроизводства. Воспроизводства. Для себя или продаете? Нет, для себя. Все сараи, значит, одинаковые, только по возрасту разница. Начинаем мы с 21-го дня мы начинаем. И где эти телята стоят? Вот, ваше. Это самый нормальный вариант. Телят держать надо под крышей. И это самый дешевый будет вариант. Особенно на Полесе мужики-трудяги, они не разучились, навесик поставили. Конечно. И разбили это на клетки. Ну, только санитарные надо смотреть, чтобы дезинфекцию после... Очистить, побелить. Совершенно верно. Вот самое нормальное. Накормить. В доступе вода и комбикорм. Поэтому это очень хорошо. Значит, 21 день ты завозишь их сюда? Да, 21 день завозим их сюда. Содержим их, выращиваем до 60 дней. В клетках, домиках. Обеспечиваем чистая вода, комбикорм. Понятно. Тебе для этого комплекса, вот этого лагеря достаточно? Вполне. Достаточно. А сколько всего на комплексе? 1400. Ну вот, полторы тысячи. Что тут удивительного? Ну что тут? Аккуратненько все сделано. Это надо железно заставить всех сделать. Надо поставить задачу. При каждом комплексе иметь вот такой лагерь, где будут трехнедельного содержания скотина. 21 день привезли, сюда поставили. Кормим поем. После шести месяцев быки уезжают на кормочную площадку. Это у тебя отдельно? Да, отдельно. Другая ферма. Что она собой представляет? Сарай или открытый, или под навесом? Содержим и сарай, и навесы она вся представляет. И быков содержим и беспривязно, и в навесах, и в летний зимний период. Вот секция быки, все остальные у нас телочки. Вот оно по кругу идет. Вот по кругу. Телята с клетками домиков заходят. Ну слушай, если у тебя все время так, как сейчас, это то, что надо. Скотина, все спокойные, не обращают внимания, накормлены, лежат, сухонько, все хорошо. Надо, вышли на воздух. Если это так, ничего больше не надо. Это идеально, это из-за траты меньше. Это же старое, я вижу, помещение. Да, старое. Привели в порядок. Да. Идеально. Вот в каждом районе у тебя должны быть такие руководители, которые знают технологии содержания животных. Ты комбикорм им даешь? Комбикорм, вода, подсилка. Ну я смотрю, ты вон сенаж какой-то. После четырех месяцев содержание начинаем прикармливать всем уже. С четырех месяцев они же кормятся по группам. В Карамасме исключаются сила, сенаж, солома и комбикорм. Ну ничего больше не надо. Идеально. Но нужна дисциплина. Чтобы здесь сыра не было, чтобы было сухо и прочее. И зимой они так содержатся. Нормально. Вполне. Вот и все. На этой стороне предслужка отбирается месяц еще стоит. 340-330 килограмм. А с той стороны уже по 370-380. Это под осеменение. Здесь уже осемененное. Осемененное. И отсюда вы уже раздаете по нашему комплексу. Обновляем наше основное стадо. Вот такой должен быть малышно-товарный комплекс. Все огорожено. Никто сюда не может зайти. Ну тут видишь по-богатому сделано. Или было так. Плиты это дорого. Сейчас можно и проще. Но это идеально. Вот это идеально для воспроизводства. И даже если бы тут было доение вот здесь организовано. А там сухостой, теляток у нас, раздой. Ну как обычно по технологии. Тоже было бы неплохо. Но это разумно. Завтра ты председатель райисполкома. Ты видишь недостатки здесь. Плотность какая-то главная. Ты будешь прижимать его, чтобы он увеличивал или уже... Ну это основа всего района. То есть увеличивать надо? Конечно. Органика 20 баллов земли. Надо вносить приличное количество органики, чтобы такая кукуруза была. Ну да. Нужен скот. Скот только наращивать по голове. В районе только КРС, свиней нет, птицы нет. У нас тоже есть свинокомплекс. 10 тысяч у нас. 10 тысяч. Да. Ну и он у тебя рентабельный, этот свинокомплекс. Да. Рентабельность небольшая, но выходим. Ну главное, чтобы не в минус. Потому что, ну, 10 тысяч это минимум. А то и мы не... У нас нет таких маленьких комплексов. И строить мы будем сейчас крупно. Ну а как у тебя с этой чумой? Бог миловал. Значит, дело не только в кабанах. Или только кабан дикий? Сложно сделать вывод. Мы не знаем этой проблемы. Я не спрашиваю, потому что лет 5 тому назад, когда работал бомбиза здесь, он ко мне, Александр, ну что вы с этим кабаном, ну чепуха это все, да разрешите нам охотиться, да не надо их выбивать. Я говорю, ладно, тебе разрешаю не выбивать кабана. Как было, так есть, охотятся, пусть проезжают и так далее. И то, что ты, живя здесь, где кабана не выбивают, у тебя с чумой, если ты правду говоришь, нет проблем, есть над чем задуматься. Там дисциплина везде должна быть на комплексах. Дисциплина, понимаешь, гадость не занести. Все-таки это, скорее всего, люди виноваты в том, что мы заносим туда вирус этот. Вот, тут птички, крысы, мухи и прочее. Ну, может быть, но видишь, крысы ему не занесли, и мухи тоже. Интенсивность леса высокая, более 53% леса, а такие, как лельчицы, 74%. Люди двигаются по лесу, ягоды, грибы. И вот самое главное, вот это, как вы говорите, это... Ну, хотелось бы, чтобы вы убийством кабана дикого не объясняли свою безхозяйственность. Ну, ладно, понятно здесь. Мы прошли к тому выводу, мне очень нравится этот комплекс. Я обратил внимание, видишь, он приподнят выше, вода скатывается в сторону. Трактором вы выталкиваете, да? Да, ежедневно чистите. Навоз туда чистите, завозите. Опилки, солома. На сегодня есть солома, подсилаем. Да, сухо, подсилаете и так далее. Минимальное накопление и потом вывозка. Ну, все правильно, все правильно. И надо все-таки органику стараться внести. В осень ежегодно 170-200. Уже у него, конечно, тут песок, и весной он может выносить почву туалу. Ну, и осенью, и весной. И осенью, и весной. На осенью тысяч 30-40, все вынесение на весну. Вот как-то надо потихоньку перестраиваться на осень. У нас немножко грунтовые воды, высокое завигание, дождевые воды. И мы опасаемся, что может быть вымывание именно весной. А весной мы, тем более, ощущаем все-таки эффективность этой органики. Есть результат, что тут вам советовать. Делайте так, как вы считаете нужным. Главное, чтобы был результат. Сколько в райисполкоме человек работал? Какого? Пятидесяти. Пятидесяти. Посмотри на кадры, кто там, кто застоялся, кто хочет работать, кто нет. Как я всегда говорю, нельзя разгонять людей, даже если ты понимаешь, что их надо разгонять. Дать шанс человеку дать. Правильно? Да. Человек, новый руководитель, дай шанс. Ну, и с руководителями НПЗ и Белкали поближе работают. Надо побывать у них, ну, этого ты знаешь, а там побывать, переговорить, договориться, что, когда и где. Если нужна будет моя поддержка, я готов. Спасибо. Спасибо. Принимайте ваш. Надо, чтобы он вырос, как минимум, до Ивана Ивановича, чтобы мы его обратно забрали, а он уже разбирался с областью. Понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, ничего, вы же не обиделись. Есть у вас руководители хорошие? Вот, у нас очень хороший руководитель. Так его нет уже, все. Но он все равно нами руководит. Да, ну, это правильно. Ну, вместе вы подумайте, кто будет на месте уже топтаться вот с вами тут. Да, ну, вместе, мы здесь. Хорошо. Хорошо. Спасибо.